На следующие 100 лет китайцы будут руководить. Как они будут руководить? Среди китайцев очень жесткие правила выживания. Именно поэтому жесткие правила выживания будут навязаны всему миру. Мы не знаем статуса ни одной страны. Мы не видим документов. Во всяком случае документы Советского Союза все сгинули в лету. Мы не знаем ничего. Мы думаем, что все это у нас зафиксировано и все действуют по закону. Везде документально закреплено. Ведь да, жизнь человеческая ничто. Самое главное бумажка. А бумажка, если она правильно составлена, она имеет особый статус. Если статуса нет, значит нет и человека, друзья. Что же касается политики, то в это время мы видим сегодня, как Россия пошла забирать назад свои республики. Ее ли это республики или нет, это никого не волнует. Это сговор международный. Того же самого Байдена. Он тоже здесь участвует. Он тоже согласен. Но они разыгрывают партию. Партию надо сыграть. И там же и Польша участвует, и Румыния, и Макрон, и Германия. Все участвуют. Германия всегда нашептывала России свои, так скажем, мнения и провокационные. И Россия никогда не пойдет против Германии, друзья. Это тоже нужно ожидать. То, что Владимир Путин пригрозил Финляндии, друзья, конечно. А почему он не может пригрозить Финляндии? Он же имеет за собой многомиллионную китайскую армию. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Черный интернационал меняет матрицу. Иначе он не выживет. Иначе его скинут. Вы понимаете, идет борьба за жизнь. Противостоять черному интернационалу некому на сегодняшний день. Итак, друзья, даю вам план. Примерный план, конечно, друзья, это не значит, что это точно будет так. Но примерный план. Путин пошел на Запад. Пошел на Запад через Украину. Что это будет? Сегодня Украина. Это будет долгая, долгая война. Это будет долгая зачистка населения, друзья. Это будет страшно. Но это мое мнение. Я так делаю выводы на основе того, что уже было. Ведь когда-то чистили, защищали Питер. 1923 год. У меня дед оттуда приехал в 1923 году. Да, он сотрудничал с Лениным. Да, друзья. Он работал. Начинал в ЭГПУ и ушел оттуда. Так что я примерно представляю, что это такое. Я знаю, что была зачистка, сильнейшая зачистка. Как раз 1923 год. Год, когда дед вернулся из Питера в Москву и назвал Ленина «рыжий косой черт». Так назвал он Ленина тогда. Но, конечно, может быть, для кого-то, когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, может быть, Ленин был и приятным человеком. Но дед сказал «рыжий косой черт, работать с ним не буду». Примерно такого же мнения о Ленине были швейцарские мои друзья, вернее, их родители говорили то же самое. Друг Толстого, Бирюков, сказал в своей семье после встречи с Владимиром Личом Лениным, когда тот как раз мчался в Цюрих, а потом уже в Россию. Это было накануне. Он встречался с ним в кафе «Ландоль», с университетом рядышком, Женевским университетом. И он сказал своей жене «такой страшный человек, очень страшный. Он переступит через труп родной матери, чтобы достичь своей цели. Это значит, что он был просто не людь, не один. Человек не должен переступить через труп родной матери, как вы понимаете. То есть этим и отличается человек.